Готовы? 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 или просто заходили и виделись с ними. Помните? Без спросу, сами. Одни в этом жестоком и опасном мире. Без охраны, как мы вообще выжили? Мы придумывали игры с палками и концернами банками. Мы воровали яблоки в садах и ели вишню с косточками, и косточки не прорастали у нас в животе. Каждый раз, хоть записался на футбол, хоккей или волейбол, но не все попали в команду. Те, кто не попали, научились справляться с разочарованием. Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные, и поэтому они оставались на второй год. Контрольные экзамены не подразделялись на 10 уровней, и оценки включали 5 баллов, теоретические 3 балла на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцев. Наши поступки были нашими собственными, мы были готовы к последствиям, спрятаться было незаконно. Понятия о том, что можно откупиться от ментов, откосить от армии, практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона. Можете себе представить? Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы, создавать нечто, чего до этого не было. Просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность. И мы как-то просто научились пользоваться всем этим. Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю, нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как правительство не купило у молодежи свободу взамен за ролики, мобилы, фабрику звезд и классные сухарики, с их общего согласия, для их же собственного блага. Я живу в стране, где книга стоит дороже, чем бутылка водки, где молоко стоит дороже пива, где вызов Деда Мороза стоит дороже вызова проституток, где штраф за парковку на газоне 5000 рублей, а за наезд на пешехода от 500 до 800. Где ежедневный рацион собаки МВД составляет 420 рублей, а жемечное пособие на ребенка 200. Где пицца и суши приезжают быстрее скорой помощи и полиции. Где герои и тираны войны живут хуже рабов, где за кражу сырка в супермаркете можно получить срок больше, чем за педофилию. Где в детский сад оформляют по очереди взятки. Где учебники покупают за свой счет. Раньше наше государство показывало кулак другим, а теперь лишь фигу своим. Не знаю, кто автор, и когда это было написано, думаю, что какие-то цифры, может быть, и устарели, но по сути и по посылу это очень точно. Продолжение следует...